То есть приходит время, и человек начинает трезветь. Для этого жестокая судьба — это самая милостивая судьба. Она предназначена только для этого. Как только ты понял, что в этом мире ловить нечего без Бога, тебе не будет счастья, тогда всё налаживается. Постепенно всё приходит в норму, потому что жестокая судьба нужна для того, чтобы человек возвысился. У него нет другой цели никакой. Судьба всегда хорошая, но иногда она лупит человека до смерти. Не хочешь в этой жизни возвышаться, будешь возвышаться в следующей. Человек рождается опять с жестокой судьбой вместе. Так до бесконечности, пока человек не обратится к Богу. Жестокая судьба очень опасная. С ней нельзя шутить. Она характеризуется всегда нарушением заповедей. Вот вы жили, не тужили. Раз близкие люди начали воровать, там спиваться, начали насиловать, обманывать, изменять. Всё, пришла жестокая судьба. Дальше жизни не будет нормальной. Нужно сильно молиться для того, чтобы избавиться от её влияния. Нет другого выхода. Ничего не сделайте, никто не поможет. Всё будет валиться, сыпаться в жизни. Поднимите руку, вот так сейчас происходит. Только молитва. Прям сильная молитва и всё. И как только вы доходите до своего уровня, который хочет эта судьба, приближение к Богу, сразу легче становится. Всё, опять нормальная жизнь восстанавливается. И в это время очень важно также совершать аскезы, потому что жестокая судьба на блоке очень сильно делает. Хронические болезни потом начинаются, одиночество там и так далее. Блоки надо прочищать. Вот, допустим, у близкого человека он пьёт. Можно это вылечить или нет? Можно? Можно? Да? Надо пройти три круга судьбы. Вы молитесь, держитесь на дистанции. Первый круг судьбы – спокойствие в сердце. Вы достигаете спокойствия, 33% победы над судьбой. Пьянство означает, вы тоже просто пили в прошлой жизни. Вот судьбе от вас что-то надо, кроме того, чтобы вы её очистили. Надо что-нибудь? Вот вы смотрите перед собой, пьяница, да? Вы думаете, что всю жизнь буду мучиться? А он вообще ничего вам не может сделать, человек, ни плохого, ни хорошего. Он просто показывает вашу судьбу. Вот знаете такой феномен? Человек один и тот же, вот с одной женщиной живёт, одним образом себя ведёт, с другой начал жить совсем по-другому, стал другим человеком. Человек только судьбу даёт другому человеку, и всё. Вот ты с одним вот таким будешь, с другим таким будешь, и всё. Ты просто судьбу человеку передаёшь его, и всё. Первый круг судьбы – спокойствие. Ты думаешь, всё получится, всё нормально. Второй круг судьбы – очищение связи, ниточка, когда очищается, светлая память. Вот он пьяница, а ты о нём вспоминаешь только хорошее. Ты видишь, что есть много хорошего в жизни. Ты не приближаешься к нему, потому что он нарушает заповеди. Будешь с ним близкие отношения строить, сгоришь. Но ты на расстоянии вспоминаешь хорошее. Начинаешь с ним по-доброму общаться. Добрым другом для него становишься. Это уже два круга судьбы ты повёл. Ниточки очистил. И в это время он начинает осознавать, что он неправильно живёт. На третьем круге ты параллельно молишься за него. И параллельно даёшь ему знания. Говоришь, что тебе надо в воде сидеть, на пять слоёв, в бассейне. Надо статические упражнения делать. Потому что пьянство – это что такое? Это блок статической энергии знания. Когда энергии знания не хватает, блок на пятом слое, у человека отчаяние возникает. И вот это отчаяние, оно побеждается у мужчин только развратом или пьянством. Вот два варианта. Вернее, не побеждается, а облегчение наступает. И человек просто без облегчения жить не может. Ему надо или выпить, или бульнуть. Одно из двух. И лечится это только водой, пребывание в воде и неподвижное положение тела. Блоки человек пробивает, и всё, пьянство закончено. Поднимите руку, кто из вас вот начал в воде сидеть, статику делать, и спиртное начало отваливаться потихоньку. Есть такие люди? Ну, чем вы тут занимаетесь? Или вы никто уже не пьёте всё? Молиться недостаточно, нужно ещё аскезы совершать. Как? Игромания — это динамическое напряжение. Вот когда человек, допустим, энергия праны или воли у него страдает, когда энергия знаний, он чувствительным, раним, отчаяния, это человек пить начинает. А когда у него страдает энергия воли, то есть он становится безвольным, или очень не устает на работе, такое тяжело, перенапрягается, суетится, он начинает курить, пить кофе, или компьютерные игры. Это блок динамического напряжения. Курение, кофе. Вот у женщин в основном кофе, у мужчин курение. У мужчин ещё бывает игромания. Это тоже динамическое напряжение. У детей бывает игромания. Вот ребёнок постоянно сидит в игры, играет, это значит, что ему надо длительное движение. Из компьютера три круга судьбы. Сначала молитва, спокойствие в сердце, потом молитва влияния на него. Вы начинаете разговаривать, он вас слышит на втором круге судьбы. Это ваша судьба. Всегда, когда вы сталкиваетесь с непреодолимыми силами, надо отделить с себя, свою судьбу от человека. Если вы сильно приковались к человеку, вы думаете, блин, как его вытащить? Не надо его вытаскивать. Побеждайте свою судьбу. Начните молиться. По отношению к сыну стало спокойно, что всё получится. Значит, первый круг судьбы. По отношению к сыну чувствуйте, что вы с ним разговариваете, он вас слышит. Значит, второй круг судьбы уже 66%. Потом дальше молитесь и начинайте с ним гулять по 4 часа. Раз в 6 дней. А? Не ходит в смысле? Ну, значит, вы ещё не дошли до второго круга судьбы. Надо продолжать. Вы когда жуёте пищу, вы говорите, что-то Олег Геннадьевич, пока в желудке ничего нет. Ну, жуй дальше. Потом глотнёшь, будет в желудке что-то. Всё. Как? Да. Отражение вашей судьбы. Одна женщина мне спросила, покажите мне мою судьбу. Я говорю, сейчас покажу, закрывайте глаза. Она закрывает глаза, я говорю, вспоминайте мужа, детей, начальника на работе, родителей. Вспоминает, говорю, вот это всё ваша судьба. Она говорит, ой, как интересно. Муж может быть зеркалом, если вы начинаете божественные качества в нём стараться видеть, потому что люди, судьба заставляет, что видеть в муже? Плохой это, скотина, как ты мог вообще? Вот. А если ты пытаешься, смело вот настраиваешься и видишь божественные качества, это без Бога, без молитвы не получится. Потому что Бог настраивает на божественное, а ты потом смотришь на близкого человека и видишь в нём божественные качества. И тогда любовь возрождается в отношении. Любовь надо возрождать постоянно. Любовь бывает долгую, а жизнь всё равно, Бог выше. Жизнь это, твоя жизнь от Бога зависит от любви. Итак, когда вы видите перед собой непреодолимую судьбу, не надо думать, что он во всём виноват и ничего не изменишь. Вот сын играет, теперь ничего не изменишь. Он слушать не хочет, делать ничего не хочет. Перед вами ваша судьба. Вы в прошлой жизни делали то же самое. Вот теперь берите и побеждайте. Думайте о Боге и славьте Его. Знаете, как побеждать судьбу? Надо от неё отвлечься. Знаете, как отвлечься от судьбы? Надо слушать молитву сильно, как я вам вчера учил. Брать Бога в сердце, ей благодарить Его. Аль-Хам-ду-ли-ля. Аль-Хам-ду-ли-ля. Настраиваться на Бога. Ду-ли-ля. Благодарю. Аль-Хам-ду-ли-ля. Благодарю. И всё, и забыть про сына. Забыть про сына. Первая стадия победы над судьбой, вот память о сыне становится всё слабее, слабее, тяжёлая. Вот сейчас невыносим, просто он играет. А потом вы славите Господа, и у вас слабее, слабее, слабее память, что он играет. И потом раз в сердце. Спокойствие. Потом, о, блин, всё, победила судьбу. Нет, это только первый круг. И потом вы опять дальше славите Господа, и у вас появляется чувство, что вы влияете на своего сына. Вы начинаете чувствовать, что в нём есть хорошие качества, начинаете видеть в нём что-то хорошее. И потом, когда вы начинаете видеть в нём хорошее, он начинает откликаться, с вами пытаться общаться, потому что сейчас он не общается, потому что вы видите, в нём плохое, ему плохо становится, он не хочет общаться. Хорошая, светлая память пошла, отношения пошли, вы его берёте за ручку и длительное движение. Динамическое напряжение в семье на всех. Если вы, допустим, у него есть динамическое напряжение на пятом слое, значит, у вас тоже есть. Значит, вам тоже надо длительную ходьбу делать, не только ему. Можете с себя начать, он потом подключится. Можно вообще самому всё делать, и родственники постепенно тоже начнут это делать. Так действует судьба. Вот я, когда бегать начал, я к жене говорю, тебе тоже надо бегать, у тебя иммунитет слабый, ты болеешь. Она говорит, тебе нравится бегать? Я говорю, нравится. Вот и бегай. Я понял, думаю, так, судьба непростая попалась. Хорошо. Значит, бегаю дальше. Нравится и бегаю. И прихожу, и говорю, ой, так хорошо побегал, такой свежий воздух, хорошо так. И ничего я не говорю больше. Просто передаю ей свои чувства, что мне хорошо бегать. Она говорит, так классно, я так рада, что ты бегаешь. Ей сначала начало нравиться, что я бегаю. Она потом волноваться начала. Ты бегал вообще или не бегал? Я говорю, бегал. Слава Богу, хорошо. Всё, это дальше, этапы дальше, этапы победы над судьбой. Я дальше бегаю. Подружки начали её бегать. Ходить по 4 часа. Женщинам тяжело бегать, попы тяжёлые. А ходить можно. Идёт, одной ногой пишет, другой зачёркивает. 4 часа. Вот. И нормально всё. Бегать тяжело. Женское тело, оно же тянет вниз всё время, на кровать. А ходить нормально. Ну и они ходить подружки начали по 4 часа. И она такая мне говорит, ты знаешь, такая интересная новость, у меня подружки все ходят теперь по 4 часа. Я говорю, да, здорово, хорошая новость. И ничего я вообще не говорю. Не хочешь сказать, а ты, дура, не ходишь. Но я молчу. Ничего я не говорю, просто молчу, улыбаюсь. Любовь же это шутки, смех. Я говорю, да, да. Потом смотрю, что-то нет и нет жены, куда делась? Я говорю, ты где была? Она говорит, я тебе не скажу. С подружек. Звоню подружкам, тебе что, где жена-то была? Она говорит, с нами пошла 4 часа. Тайком начала ходить потом. От меня тайком ходит. Потому что она аж думала, я с ней соревновался, а я вообще не соревновался. Важно понять одну вещь, что если не будешь ходить где-то, то придется ходить под себя. В тренажерном зале, если ходить, там праны нет. А на улице ходить в минус 25, отморозишься все, что можно. Поэтому надо ходить в тренажерном зале, потом выходить на свежий воздух и чуть-чуть там постоять 5 минут, прану получить. Понятно? То есть прану, когда человек в тренажерном зале бежит, он прану накачивает себя. Я когда в октябре был, там было минус 29. И мы решили бегать в тренажерном зале. Несколько человек со мной пришло, я побежал там. И все, кто там занимались, они сначала занимались, а потом начали смотреть. Думают, нифига себе, сколько можно бежать. Я в таком достаточно хорошем темпе возрасте и шурую, короче. Час 50 я бежал, 17 километров. Ну, я так бегаю раз в 6 дней. И они потом со мной все фотографироваться стали, когда это. Они узнали, что известный человек, тут он в тренажерном зале, короче, такое событие такое. все со мной сфотографировались. Потом тоже будут бегать. Передается энергия, потому что с одного человека к другому. У меня в Москве они такие зажженные, так сильно им нравится, они в проруби сидят. Девушки сидят в проруби по 4,5 минут. Парни, по 15 человек залазивают в прорубь, по 60 человек бегают со мной на морозе. Потом эти прорубь же ухаживает там человек, да? И он говорит, надо залазить, вылазить, говорит, все моржи так делают. Вы чего? Залезли они, говорят, мы не моржи. А кто вы? Мы тюлени. А? Нет, надо методичку почитать, все по методичке. Я понимаю, что вы из Казахстана сейчас пойдете, сразу реку проломите там и все, как бы, после лекции. Я понимаю, но надо все делать аккуратно. Потихонечку развиваться. В душевой кабине не очищается ничего. Можно купить себе такое большое ведро, бочку какую-нибудь, наливать воды, садиться и сидеть там. Холодная вода. Сидеть и очищаться. Вот. Все побеждается. Нет такой судьбы, которая бы не побеждалась. Просто славить Господа, забывать про судьбу, просто думать о Боге и судьба начнет сама сгорать. Господь, когда заходит в ваше сердце, то судьба сгорает. И вопрос только времени. Любую судьбу можно вымолить все, что хочешь. Победить любую проблему. Но надо также знать, что делать еще. Если игромания, значит и курение, кофе, значит длительное движение. Если ребенок, допустим, казино, там вот эти вот азартные уже игры такие, когда наркотики, это посты лечат. Пост нужен. Пост, баня тоже может помочь. Потому что токсины из организма баня побеждает. Или пост длительный. Понятно? Самое главное в жизни это заняться собой. Отношения не бывают, если ты сам неправильно ведешь себя. Нужна молитва, нужны аскезы, добрые дела. Наполнись там самодостаточным. Включи энергию любви. Перестань что-то хотеть от близкого человека. Через твои желания действует карма. Она тебя будет убивать, если ты там пытаешься воспитывать человека. Просто дари ему счастье. И все. Ты для этого рядом с ним появился, дарить ему счастье. Делай ему вот как ему нравится. Мужчине нравится, чтобы вот так. Женщине нравится, вот так. То есть делай то, что нравится. Если обнаглел, оттенцируйся. Лучше встал, приближайся. Выполняй свои обязанности. Каждая обязанность в семье имеет очень глубокий смысл. Изотерический. Кажется, внешне мужчина просто деньги зарабатывает. Это не просто деньги зарабатывает. Он очень много, когда он зарабатывает деньги, он очень много делает, добра в семью несет. Очень много добра. Когда мужчина зарабатывает деньги, надо думать, я это делаю для Бога, чтобы он был счастлив моим трудом. И когда мужчина заработал, он должен чуть-чуть часть зарплаты в храм отдать. Деньги становятся чистыми. Чистые деньги, все, что с ними связано, очищают все вокруг. Они очищают детей, которым вы покупаете что-то, вещи. Очищают пищу, которую вы берете. Они очищают, если вы купили машину, она не разобьется. Ну, то есть чистые деньги становятся гарантированными. Вы, когда в храм отдаете, вы покупаете страховку на свою жизнь. Это Бог вас страхует уже. Не фирма там какая-нибудь, а Бог. Вот. И когда женщина, допустим, кормит мужа, она через пищу, если она освещает пищу, она через пищу меняет его сознание. Он кушает, и мужчина не может защититься от пищи. Она проходит внутрь, и через него действовать начинает. И когда освещенную пищу муж ест, он становится хорошим человеком. Но еще больше того, когда она его кормит, она открывает с ним канал любви, связь любви. Потому что в отношениях с мужем надо быть как можно ближе ему. Ближе надо к мужчине быть. Когда ты к мужу, надо быть ближе. Вот если ты чуть-чуть подальше, то он как стена каменная становится. Мужчина становится неисправимым, очень тяжелым, с ним очень тяжело общаться. Чтобы быть ближе, надо его очень кормить с любовью. Если ты его кормишь, он открывается для тебя, его сердце открывается. Внутри мужчина очень добрый, снаружи очень такой жесткий, с ним очень трудно снаружи, практически невозможно. Поэтому с мужчиной надо всегда поближе. А к женщине не надо слишком глубоко лезть. Она снаружи очень нежная, а внутри очень твердая. Поэтому женщине надо снаружи общаться, так не лезть, в ней там в сердце не залазить. С мужчиной надо поближе. И тогда налаживается гармония. Как вот, допустим, к мужчине быть поближе? Вот его пищу с молитвой приготовила, а женщина же, сила ее в чем заключается? Женщина. В желании. Она с молитвой пищу приготовила, осветила и мужу дала. Он поел. Что с ним произошло? Знаете, песню? Колдовское озеро это не в лесах. Колдовское озеро у тебя в глазах. она с молитвой сделала, он поел. И в этот момент, когда он поел, надо к нему подойти, приобнять и по-доброму с ним поговорить. Потому что у вас есть примерно 15 минут после еды, когда у мужчины убирается полностью наружная энергия вот эта вот. Жесткая энергия убирается. Остается только внутренний мир. Женщине вообще наоборот нельзя подходить, когда она ест. Потому что внутренняя энергия у женщины очень жесткая. Когда она ест, если ты подходишь, она... Пошло как бы вот это действие страшное. Иди! Или когда она засыпает, нельзя к женщине подходить, потому что у нее опять внутренняя энергия. Она... А мужчина, когда засыпает, наоборот, надо к нему подходить. У нее внутренняя энергия мягкая. Мужчина засыпает, у него как бы... Он доспехи снял все. Лег такой... Засыпает, такой добрый, такой хороший. Можно его погладить. Что с ним хочешь сделать вообще, когда мужчина засыпает? Что хочешь с ним делать? Он лежит такой... И ты можешь его за щечки потрепать, там за уши, там... Что хочешь с ним делай? Он... Хороший. Можно все вопросы решить, по-доброму, ласково. Платье купишь, куплю. Да-да-да. Хорошо, ладно. Все. Все вопросы можно решить. Женщина, когда засыпает, не трогай ее. Будет хуже. Мужчина с работы приходит, как он выглядит? Что это значит для вас? Злой. Все женщины, злой, скотина. Нет, он просто устал. Мужчина, когда устал, как он выглядит? Это значит, он устал просто, и все. И что надо делать? Надо сначала его под душ, потом накормить, потом только разговаривать. А если вы начинаете сразу с ним разговаривать, у него наружная энергия действует, жесткая, вот эта мужская. И он гавкает не потому, что он вас не любит, потому что он с работы пришел. Не надо к нему лезть, с работы пришел. Отведите в подушку, накормите, а потом только разговаривать. Внутреннюю энергию, когда вытащили из него, тогда разговаривать. Понятно? Теперь вы хотите ему сказать, что дома денег нет, допустим, или еще что-то там хотите сказать важное. Никогда с этого не начинайте. Надо сначала заходить в сердце и сказать, «Ой, какой ты хороший у меня такой, добрый, ласковый». Он расслабится когда, и потом тихонечко ему так, «У нас денежек нету, аккуратненько, между делом там». Он такой, «Ты что это сказал, денежек нету, у нас есть денежки?» «Есть, есть, все нормально, есть денежки, только чуть-чуть нету». «В шуточку, в шуточку». «А где нету-то? Все же есть». «Ну как где нету?» «Ну чуть-чуть в холодильнике пища кончилась, завтра уже чуть-чуть жрать нечего будет». Вот. И так тихонечко, по-доброму. Даже туалетной бумажечки уже нету. Попу будем вытирать коробкой из-под обуви. Шуточку, шутить. По-доброму, ласково. Чем мягче скажете, тем глубже он поймет. Чем сильнее будете говорить, тем хуже поймет. Понятно? Какие вопросы у вас по лекции? «Более того, он пропал, и в какое-то время оказалось, что он начал курить. А нашу...» Вот, девушки, когда вы с парнем знакомитесь, вот видите, он внешне такой большой, крепкий такой. У него все выросло. Если у него внешне все выросло, это еще не значит, что он парень. Потому что у парня есть одна особенность. У него должна вырасти ответственность. Вот если у него ответственность не выросла, то он пропадает. Поэтому, когда вы с парнем встречаетесь, вам надо всегда помнить одну детскую песенку, которую сейчас я вам включу. И вы, когда увидели, что он еще не парень, у него все выросло, кроме ответственности, значит еще не парень. Мужчина это тот, кто берет замуж, берет ответственность, а не тот, кто улыбается, секса хочет. Понимаете? Мужчина это тот, кто берет ответственность, елочкой становится. Тот, кто готов терпеть женские эмоции. Вот как определить? Вы обижаетесь, он спокойно реагирует. Значит, признаки, что созрел. Допустим, вам подарки покупают. Значит, признаки, что созрел. Готов жениться, вы видите. Признаки, что созрел. А если он там ухаживает, ля-ля, тру-ля-ля, там еще не знает, что созрел. И всегда не забывайте, что есть песня, которая описывает, что надо делать с мужчинами, которые не созрели. И как они называются, такие мужчины. И песню поют молодые девушки. Понятно, что делать? Плюнула на плешь ему, послала к лешему. Это все. А когда ты плюнула на плешь ему, послала к лешему, вот тогда, может быть, он и созреет. Потому что, когда девушка к мужчине относится пренебрежительно и твердую позицию занимает, это способствует его созреванию. А если она ждет, печалится, это не способствует его созреванию. Вот если она ведет себя... Вот посмотрите, девчата фильм старый. Он так на нее там, а она ему... И она как с ним вела? Пренебрежительно. И он созрел, решил жениться. А так мозги крутил, всем девушкам ходил. Ну, по итогу я отстранилась от него. Он попросил время. Прошло время. Я понимаю, что человек не созревает, как вы говорите. Говорю ему о том, что... Еще раз включить песню, нет? Нет, я просто хочу песню. Он мне в итоге говорит о том, что давай будем общаться. Я хочу с тобой общаться. Дальше продолжать. Я ему сказала, что нет, я с тобой больше общаться не хочу. Но сейчас выходят на меня его родители и говорят о том, что мы хотим, чтобы вы продолжали общаться с ним. Нет, надо говорить. Я не хочу просто это вообще не больше общаться. Надо сказать им, родителям. Хорошо, а зачем нам с ним общаться? Вот я и об этом... Родителям, вот объясните мне, зачем и когда. И тогда я буду дальше продолжать общаться. Дело в том, что это мои третьи отношения в жизни. И постоянно парни становятся зависимыми. Это во мне что-то не так. Да, у вас тяжелая очень семейная судьба. Я не понимаю, в каком направлении мне работать, чтобы... В направлении душить до последнего. Как это? Ну вы человека душите, он уже не дергается, еще дышит. Надо душить дальше. Я не понимаю. Когда скажут, все, замуж, тогда и закончите. А душить означает вести себя ласково и на расстоянии. Алло, можно встретиться? Нельзя, мой хороший, нельзя. Не со злобой, а по-доброму. Ну, на расстоянии. Пока или не отвалится, или не созреет. А это, в общем, у меня судьба такая сложная, да, Горти? У вас сложная, да. У вас, ну, тяжелая судьба, для нас замужество. Поэтому надо всех кандидатов душить до последнего. Я поняла. До последней капли крови. Теперь поняла. Все, вот молодец. Услышал. Родители звонят. Да, я рада вас слышать. Здравствуйте. Ты можешь с нашим сыном встречаться? Могу. Только у меня вопрос, зачем? Мы вам подумаем, ответим. Вот подумайте, ответьте. Все. А, у нас еще есть время, да? У нас же еще полчаса. Да, здорово, отлично. По теме лекции, давай. Я, вы знаете, в прошлом году с 1 февраля вот бегала. Садитесь. По-вашему. У вас сильное статическое напряжение. Вам надо сначала в воде сидеть, статику делать, а потом бегать. Если вы бегаете и статику не делаете, у вас начинает сильно повышаться пульс, жар в теле, становится слабость, начинает все болеть. Это признак сильного статического напряжения. Мне нужно в воде сидеть, в ванной. Вам надо методичку почитать и все делать правильно. Ну вот я вот, как вы говорите, окружение, да? Я вот бегала с 1 февраля, зимой, мороз, ветер в Астане, без разницы. Потом через 3 месяца начало мое окружение бегать и муж. Потом мне казалось, и муж даже бегал тоже со мной. Все забегали, да? Да, все в окружении забегали, заходили, и мама уже. И я думала, у нас с мужем отношения улучшились. Я открываю учебный центр, то есть по бизнесу все думаю, увольняюсь с найма и узнаю, что забеременела. И в тот момент до беременности, ну и сейчас вот прошлое ему вспоминать, он как раз в тот момент и загулял с мая месяца, а я в июне забеременела. Это статическое напряжение. У него получается статическое тоже? В вас, в семье. А, в семье было? Статическое напряжение у мужчины означает нетерпение, он не может терпеть. Когда вы разбегались, много энергии стало, а нет спокойствия, значит мужчина начинает половая энергия в его глючить. А так все потом... Надо читать, все делайте по методичке. По методичке. Начинайте статические упражнения делать, в воде сидеть, потом длительное движение, потом посты. Все последовательно, нельзя нарушать эту последовательность, иначе будут ошибки. А то я бегала, 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 и мне все говорят, что вот добегалась. Добегалась? И получается, и вот мужа потерял. Ну вот таком, знаете, вы говорите про близких, действительно, близкие меня не поддержали, меня вообще выточили даже не психологи, это действительно так. Мне помогли только мои добрые друзья. Вот это все, то, что вы говорите, я это все прошла реально. Ну надо все делать по методичке. Теперь я методичку буду читать, я заново начинаю. Отлично, отлично, я рад. По лекции вопросы у нас, по лекции. Потому что сейчас у нас закрепление материала идет. У вас по лекции какой вопрос? Ну у меня по лекции вопрос. Молилась я, например, в день один раз по утрам. И год молилась. Ну по мусульманску. А сколько вы молились по времени? По времени это было утром. Ну в пять часов. Сколько, сколько вот всего? Да, продолжительности буквально 10-15 минут. Это очень мало. Ну я имею в виду в конце, вот в течение года и почувствовала облегчение. Как будто бы груз. Могли бы больше облегчения почувствовать? Если вы хотя бы по 40 минут молились, то быстрее бы не за год, а за 3 месяца облегчение бы пришло. Ну это вопрос с лекцией. Теперь хотела бы перейти к себе. Вот у меня сердце болит иногда. Что делать? Мои хорошие, давайте вот об этом вы поговорите со мной после лекции. После лекции. Давайте сейчас все-таки я хочу, ну если у вас нет по лекции вопросов, значит я могу еще что-то рассказать. Но надо, чтобы именно по лекции спрашивали, чтобы мы... Вот же по лекции, девушка, я буду останавливаться. Ну вот смотрите, тогда я продолжу. Садитесь. А, все, да? Спрашивайте по лекции. Ну по лекции давайте. Не обманывайте меня только. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос по лекции. Вот я что-то не совсем поняла. Вы сказали, если измена, получается три этапа судьбы нужно проходить. Три круга судьбы. Три круга судьбы, да. А вот девушке, вы сказали, если даже парень хочет, вернее парень с ней захочет продолжить отношения, но в итоге вы все равно ей говорите, ну как бы не продолжать отношения. То есть разлуки как будто здесь нету или как? Я вот это не совсем поняла. Есть же семья, а есть встреча. Когда женщина встречает, она может общаться, может не общаться. У нее нет никаких обязательств. Но у нее конкретно просто тяжело привести человека к женитьбе. Поэтому я ей порекомендовал, если есть человек, пусть даже не женится, надо его дальше, дальше с ним общаться. Пока они или не отвалятся, или не созреют. А три круга судьбы означает... Судьба у человека действует сначала в сердце, потом между нами и внутри него, другого человека. И она всегда побеждаться начинает сначала в сердце, потом между нами, а потом внутри него. И когда вся судьба побеждена, вы ничего не должны уже, у вас все нормально. Не от человека все зависит от судьбы. Судьба победили, человек ничего вам плохого уже не сделает. Или он возвращается, или Бог дает следующего. Сразу же, если он не хочет возвращаться. Спасибо. Ну, в зеленом. Здравствуйте, спасибо. Вот вопрос по лекции. Ну вот, вы говорите, должна быть легкость в любви. Это вот касается мужа. А вот если ребенок, да, подросток, 10-11. Тоже легкость. Ну, подросток, он же несет тяжелую судьбу всегда. У него начинает судьба просыпаться в сердце. Вот у ребенка не было, не видно было судьбы. Он, половое созревание произошло, он сразу... У него вся грязь пошла, дерьмо все начало выходить. Судьба начала через него действовать. И надо переваривать. Судьбу надо переваривать. Лекарство горькое, надо вытерпеть горький вкус. Надо переварить, чтобы оно помогало тебе. Ну вот, я не знаю, например. Вот у меня ребенок 12 лет. И с одной стороны надо легкость, а с другой стороны надо его учить. И вот уроки с ним делать. Учите по-доброму. Но не всегда получается как бы. Все равно приходится включать жесткость какую-то. Дистанцию. Строгость и жесткость это разные вещи. Нужно ли мне его вот заставлять учиться? Можно, да, заставлять. Ну, по-доброму. Мы, хороший, пойдем учить уроки. Мама. Нет, пойдем учить уроки, мой хороший. За ручку берете, ведете его по-доброму. По-доброму же легче заставлять. Если со злобой он будет сопротивляться, по-доброму он никуда не денется. Ну, то есть, если у меня жесткость, значит, у меня сил не хватает. Мне надо молиться, да? Да, вот, правильно. Молиться, аскизы совершать и добрые друзья. Ну, то есть, жесткость недопустима, да? На жесткость будет жесткость. Да, и эффекта не будет, да? Но учиться, и учиться надо. То есть, нельзя как бы на самотек все это пускать? Нет. Доброта не означает попустительство. Доброта – это стиль. Спасибо большое. Я еще хотела не по теме. Женские аскезы. Заботиться, стирать, убирать. Все, что знаете, то есть женские аскезы. Это все имеет глубокий смысл. Когда женщина готовит, она мужа меняет изнутри и устанавливает ниточку любви с ним через приготовление пищи. Вот, допустим, если готовит гувернантка, она ниточку любви устанавливает. Если она с любовью готовит, значит, он ее будет любить. И она на него будет влиять, а не жена. Вот она, допустим, готовит, она что-нибудь попросит у него, он будет делать то, что она хочет. А то, что жена просит, его не будет интересовать, потому что нет связи. То есть женщина, когда готовит, она связь устанавливает с мужем, контакт глубокий. Когда она ему стирает и гладит, она его защиту дает, оберег делает, защищает его. Когда она очищает квартиру, она очищает совесть мужа, чтобы он не гулял, не грешил. Когда она алтарю поклоняется, она включает божественные качества в отношениях и усиливает любовь. Когда она поклоняется Богу в алтаре, она любовь усиливает. Каждое действие женщины имеет глубокий смысл. Мужчина, когда деньги зарабатывает, он вызывает уважение к себе у жены и привязанность, прикованность к нему. Бывает даже такое, что, допустим, мужчина ушел, там с другой живет и полностью содержит жену и ребенка. И она ни за кого не выйдет замуж больше, пока берет у него деньги на себя. То есть женщина деньги у мужчины берет, она становится полностью зависимой от него. Все, она от него зависит. Если она не хочет, уже хочет замуж за другого и полностью он ее содержит, то она замуж не выйдет. И чтобы выйти замуж, надо отказаться от его содержания. Перестать зависеть. То есть мужчина дает деньги женщине, она становится зависимой от него. Она может даже считать, что она не зависит, но вот так, знаете, бывает. Женщина уходит, а мужчина продолжает ей деньги давать. А надо что сделать? Она уходит, он ей раз краник закрыл. Она сразу, ой, я вернулась. Отлично. Понятно? Или просто припугнул, что типа деньги давать не буду. Она сразу раз испугалась, вернулась. Потому что, когда он работает, деньги дает, он таким образом вызывает у ней чувство, что надо жить с ним. Когда мужчина ласково к женщине относится, он обмен любви усиливает отношения. И так далее. Мужчина, допустим, когда женщина капризничает, он не обращает внимания, старается принять ее характер, она становится очень благодарна ему за это. Она чувствует сильную благодарность, что он ее характер терпит. Она думает, вот эти все не вытерпят меня, а он меня вытерпел. Значит, я с ним буду. Так женщина чувствует. Каждое действие имеет значение. Да? Ваш вопрос. Олегина, еще такой вопрос. Ранее помню, когда я слушала ваши лекции, вы говорили, что если девушка не замужем, она все свои трудности Богу несет. А если замужем, она мужу. Трудности свои все. Да. Сейчас вот из нынешней лекции получается, она, по сути, женщина не должна свои, какие-то, не знаю, сложные периоды жизни, да, там, трудности на работе или еще что-то обсуждать с мужем. И так поняла? Она должна, наоборот, обсуждать. Должна, наоборот. Она должна как обсуждать? Она должна просто ласково, мягко говорить ему, вот то да все, а пятое, десятое. Он слушает, да, моя хорошая, да. Это называется любовь со стороны мужчины. Мужчина любит, означает, выслушивает женщину. Женщина чувствует любовь только через уши. Вот мужчина, если женщина не говорит о ее жизни, значит, она не будет чувствовать любви. Надо спрашивать, как у тебя дела, как ты живешь, все ли у тебя хорошо. Она рассказывает, у меня туда все, сходила в магазин, вот, детей покормила. Там с мамой что-то у меня совсем плохо все. Он говорит, ничего страшного, все будет хорошо. Женщина, когда рассказывает, не надо становиться экспертом ее жизни. Вот женщина рассказывает, ей не нужны советы твои. Если она захочет совета, сама спросит. Ты просто слушаешь, ее подбадриваешь, говоришь, да, моя хорошая, у тебя все получится, все нормально. Например, женщина говорит, у меня сомнения, ехать в отпуск или нет. Ей не надо, говорит, тебе ехать в отпуск или не ехать. Надо говорить, да, моя хорошая, у нас сомнения, ехать в отпуск или нет. Она говорит, а я решила ехать, вот не знаю, куда ехать, допустим, ехать на Иссыкуль или в Боровое. Он должен как сказать, да, вот у нас такие сложности, то ли в Боровое, то ли на Иссыкуль. Она, ну, мне больше Иссыкуль нравится. Значит, на Иссыкуль поедем. Ты согласен? Конечно. Понятно? Ну, то есть он подбадривает ее. Не то, что он делает из себя умный вид, там, все, на Иссыкуль едем. Она скажет, не хочу на Иссыкуль. Чего ты меня заставляешь? Он говорит, так ты сама сказала. Я не говорил, я только думаю. Так потом получается разговор. Ну, то есть не надо ее никуда принуждать. Женщина, когда, она, допустим, говорит, хочу на Иссыкуль, но сомневаюсь. Вот она скажет, ты скажешь, нет, не сомневайся, там все нормально, все организуем. А ты денежек хватит, ты заработаешь. Заработаю. Да. Да. А купальный костюм мне купишь? Куплю. Еще что купишь? Понятно, когда она чувствует, что все нормально, тогда она успокаивается. И чувствует, что себя любимой тогда она. Чувствует, что она ее любит. Олег Геннадьевич, а можно еще один вопрос? Вот сейчас время такое гражданских браков. Все-таки вот... Это самый бракованный брак в мире. Самый бракованный, да. Ну, получается, для женщины все-таки важна печать, да? Если гражданский брак, значит, надо его душить. Гражданский брак, это значит, что вы не дошли до ЗАГСа просто. И надо потихоньку его туда тащить. После каждого обеда надо садиться и говорить, когда распишемся. И он как бы потихонечку будет туда двигаться. Вы знаете, что женское желание мужчина куда хочешь заведет. Он кажется, что он не слышит. Вот вам кажется, что он не слышит. А на самом деле он движется потихоньку к вашему желанию. Просто у мужчины желание, оно другую природу имеет. Он очень медленно приходит ко всему. И поэтому надо сколько раз по-доброму, ласково, надо мужу сказать, чтобы он услышал женщину. Ну, примерно. 50-60, где-то вот так вот. По-доброму, ласково. Надо жениться. И он потом скажет, что ты все время об этом говоришь? Он удивится сначала. Жениться? На 60 раз, короче. Жениться? А что, ну, правда надо жениться? Как он удивится? И потом думать об этом начнет. Душите и душите потихоньку. Ну? Спасибо за лекцию. А если он не хочет разговаривать? Он целыми днями там пришел с работы и читает газету. Любовь решает кроссворды и вообще с женой не разговаривает. На другой берег. Дистанция. Готовить стирать, убирать и подальше от него. И ждать. Игнорить, да? Это называется не игнорить. Это называется притягивать. Вот рыбка большая, допустим, вы ее поймали на удочку, она поплыла в другую сторону. Вы что делаете? А если она гордая? Чуть-чуть отпускаете. Отпускаете, она плывет, плывет, плывет. Потом раз, чуть-чуть застряла, вы ее назад опять тянете. Гордая, значит, надо обламывать. Его. Ее обламывать или кого? Рыбка у вас какого рода? Я не знаю, сейчас разные браки бывают. Я в Америке лекции читал. Я говорю, нужно относиться. Она говорит, у меня в браке проблемы. Я говорю, нужно относиться вот так-то. Она говорит, к ней. Я говорю, в смысле? Она говорит, вот фотография моего партнера. Смотрю, женщина стоит. У меня американская виза есть. Я не могу вам сказать точно. Нормально или нет? А то не пустят потом. Так, конечно, все нормально. У нас сейчас все нормально. Даже это, я видел уже и с животными там сексом занимаются. Все, все нормально. Становится все нормально потихоньку. Когда из психушки пишет письмо домой. Нам, говорит, бассейн построили. Всех больницы. Если будем хорошо себя вести, то нальют воду. Мы там, говорит, ныряем, плаваем. Если будет хорошо вести, то нальют воду. У нас все нормально. Поэтому так, конечно, все нормально. Ладно. Ваш вопрос, девушка в очках. Здравствуйте. Я очень рада, что возможность такая появилась, задать вам вопрос. У меня вопрос касательно семейного бюджета. У меня вот муж бывший напрягал меня касательно денег. Он говорил, что вот, надо все деньги вместе ложить, собирать. Я же даже на это согласилась. Ну, хотя вообще, когда мы встречались, я ему говорила. Вот в моем видении картине мира, что вот муж обеспечивает, жена домом занимает, там, детишек рожает. Он на это согласился. А потом со временем начал мне говорить, вот, типа, ты слишком много тратишь. В общем, не знаю. И этот, в конце концов, в общем, мы жили потом на съемной квартире. И этот, он сказал, чтобы я уже еще семейный бюджет, ну, я там свою зарплату тоже добавляла. И он хотел, чтобы я еще то, что я квартиру свою сдавала, тоже этот, ну, добавила в общий бюджет. Я отказалась, и он обиделся на это, и пошел разводиться. И вообще, знаете, вообще странно, не знаю вообще, что это произошло. Вообще, по идее, в принципе, я еще вот в Мекку ездила, на Умру. Есть институт, есть школа, есть детский сад. Разные заведения. Мои хорошие, во-первых, надо понять, что женщина, она безграничные желания имеет. И если она к чему-то привыкла, потом очень сильно сложно ее от этого отучить. Поэтому мужчина всегда должен четко понимать, вот мужчина это берега. Женщина река, она течет. Она всегда хочет шире течь, понимаете? Но если она чем шире будет течь, тем больше она подмывает берега, и как бы мельче она становится. Поэтому нужно ограничитель какой-то. Мужчина должен определенное количество денег женщине давать. Если он дает больше, меньше он уже не может давать, потому что она будет страдать. Она привыкает к любой сумме. Мне одна женщина просто плакала, вот плакала, рыдала. Говорит, он мне больше 500 тысяч рублей не хочет давать. И не могу так жить, и мне на что жить вообще. Ну вот он мне вообще денег даже не давал. Я как бы на свои деньги жила. Еще он начал претендовать на другие мои деньги. Ну значит вы его не воспитывали. Значит нужна разлука, добрая разлука. Встреча разлука. Ну вот уже получается разлука есть. Он же развелся. Это не разлука, это разрушение. Разлука это когда ты любишь, по-доброму относишься и не разговариваешь. Ну я не разговаривала, и он съехал. Значит вы не по-доброму не разговаривали. Значит вы не дали ему ничего, чтобы его притянуло. Значит не было заботы, ласки, нежности, не было достаточно. От добра добра не ищут. Если женщина мужчину прикормила лаской, пищей, заботой, как он съедет? Он будет привязан. Не знаю, с этим проблем у меня не было. Как бы весь дом, готовка, все это было на мне. Я все делала. Просто может быть этот он как бы с мамой каждый день разговаривал. Может мама начала реновать. Вот смотрите, вот вы допустим готовили, стирали, убирали. Чуть-чуть нашего, начали его воспитывать, съехал. Но если вот это так, то слава Богу. Значит он придурок. Найдет все лучшее. Если вы такая классная, он придурок. Ну значит найдет все лучшее. А если это не так, тогда поймите в чем ваша ошибка. Потому что всегда какая может быть ошибка? Отсутствие любви. Если сильно много правды, выяснение отношений, ругань. Значит она гаснет любовь. Если нет уважения, вы так вот не киваете, значит не войдет ваша любовь в него. Если вы не уважаете мужчину. Если вы, он обнаглел дистанции, не разговариваете. Я вам все на лекциях объясняю. Делайте все по лекциям. И будет все нормально. Благодарность вызовите в сердце у человека. Я за все, за все тебя благодарю. Мой сердечный друг. Рук загнется круг. И в глаза твои я снова посмотрю. Все мои мечты воплощаешь ты. Я за все, за все тебя благодарю. Благодарю. Понимаете? То есть благодарность должна быть. Благодарность. Вот моя дорога. Нечего желать. Звезд упало много. Надо учиться благодарными быть. И доводить до благодарности близких людей. Нет благодарности, нет любви. Если он не благодарен, ушел два варианта. Или он тупой. И значит помашите ему ручкой. Или он не получил от вас любви. Что-то неправильно было. Слишком много и мягко, значит не хватило воспитания. Обнаглел. Когда человек слишком сильно обнаглел, вы его потеряете. Поэтому любовь это встреча и разлука. Если слишком много встречи, теряете человека. Слишком много разлухи тоже теряете. Нужен баланс. Встреча, разлука. Благодарность. Сердце. Любовь без благодарности не живет. Вот вы даже сейчас, допустим, можете ему позвонить, скажете. Я тебе за все благодарен. Все, что было. И он может вернуться. И непривязанно так. Можно опять с ним отношения легкие строить. Непривязанные. Как у тебя дела? Я тебе за все благодарен. Так классно. Я рада тебя слышать. Я разложусь. Да ничего страшного. Это нормально. Ничего нормального. Я обижен. Да не обижайся, мой хороший. А на что ты обижен? Не, не знаю. Все деньги прокрутило у меня. Ничего не оставил. Пошел, как и шаг. Деньги мало, мало, мало. Я не знаю, что уже делать, блин. Решил разводиться. Да ты мой хороший. Наверное, я неправильно поступал, что так много транжирил. Будем тогда экономить. Любовь – это же игра. Надо сказать, буду экономить. Ну, скажешь, ой, как хорошо. Теперь будет легче жить. И что? Маму можно нейтрализовать. А? Нет, можно жена нейтрализовать. Замуж вышла. Всех родственников надо нейтрализовать. Надо их любить больше, чем мужа. Маме звонить. Ой, мамочка такая. Да ты у меня вообще. Да ты у меня вообще. Я тебя так люблю. Так люблю. Любишь тогда? Вот так себя делал. Да, мамочка. Да, хорошо. И вот так. Ладно. Потом в следующий раз звонит. Ты это сделала? Ой, забыла. А это сделала? Ой, забыла. Ну, в следующий раз сделаю. Игра. Любовь – это игра. А? Искусство, конечно. Если маме все время кивать, так она, ой, какая у нас классная. Досталась нам. Надо поддакивать и делать по-своему. Все. Ей важно уважение. И как ты будешь делать? Важно, чтобы ты уважал. Спасибо. Мама, конечно, будет оттягивать. Конфликт начинается. Мама жены жену оттягивает. Мама мужа мужа оттягивает. Все родственники только хуже делают. Никогда не помогают. Я желаю вам всем мира, счастья, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok